Вежливость и точность – то, что должно отличать работника таможенных служб. Роману Кульба всего 25, а уже главный инспектор. Экономист по образованию пришел на таможенный пост сразу после армии. Решил продолжить служить родине и ее экономическим интересам. Постваршавский мост модернизировали, теперь рабочее место – самое современное в стране. Распределение по каналам транспорта проходит автоматически, без участия инспектора. Сейчас можно даже на экранах наблюдать транспортное средство, которое находится на канале. У того или иного инспектора, но вообще у каждого инспектора в модуле есть такие камеры. Это позволяет даже следить за тем, чтобы физические лица, ну или подконтрольные лица, товары не перекладывали с машины в машину. Ну и все намного удобнее стало. Особенность таможенного поста в том, что здесь работают только с легковым и пассажирским транспортом. Модернизация позволила увеличить пропускную способность до 2700 легковых автомобилей в сутки. Повысили безопасность и комфорт для пересекающих границу. При въезде в пункт пропуска действует система считывания регистрационного номера транспортного средства, которая попадает в информационную систему таможенных органов. В последующем машина располагается в накопителе и сама определяет по загруженности каналов, куда заехать к тому или иному транспортному средству. Внедренная система является уникальной и на сегодняшний день не имеет аналогов в нашей стране. В среднем за сутки пропускают около 2000 легковых автомобилей, 180 автобусов и порядка 5000 человек. Самыми напряженными днями для сотрудников таможенного поста по-прежнему остаются выходные и праздники. В эти дни смены усиливаются дополнительными рабочими руками. Таможенный пост, Варшавский мост – это экономическая безопасность не только Беларуси, но и всего Евразийского экономического союза. А еще именно отсюда начинается белорусское гостеприимство. На Варшавском мосту встречает наибольшее количество гостей с запада на восток. Несмотря на ограничения и явную антирекламу западной пропаганды для своих же граждан, в прошлом году количество пересекающих границу через пункт пропуска увеличилось на треть. Легковых транспортных средств на 20%, автобусов на 35%. Работа пункта пропуска зависит и от работы с определьной стороны. Так что мы периодически наблюдаем неритмичную подачу транспортных средств с определьной стороны. Это за один час может заехать к нам до около 20 легковых, а в следующий час это может быть и около 100 транспортных средств. Некогда западные ворота Советского Союза превратились в один из крупнейших транспортных коридоров суверенной Беларуси. В эти дни таможенный пост отмечает 55-летний юбилей. Так главный инспектор Роман Кульбор развивается не только профессионально, но и творческий ремейк хита «Трава у дома» к праздничной дате. Варшавский мост работает упорно, встречает он из разных стран гостей. На пересечении больших дорог, когда географическое положение обязывает работать профессионально и качественно, и с этой обязанностью белорусские таможенные службы точно справляются. Кристина Протасовецкая, Санислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брест.